Доктор Смирнов, новый заведующий. Нашелся тут начальник. Вы всегда так с людьми разговариваете? Знакомство с ним удачным не назовешь. Вы меня увольняете, да? Из чего быть? Но он любит своих сотрудников. Его нужны этой клиники, нужны пациентам, не нужны мне. Как профессионалов, конечно. Прошу к столу, Надежда Викторовна. Скальпель. Врач. Это высокопрофессиональный человек. Я себе его еще внутренне рисую. Очень кропотливого, очень точного, конкретного. Что касается именно работы. Может быть, его личная жизнь и прочее. Это более сложный механизм, который требует наоборот, чтобы было на контрасте. Работа одна, личная жизнь другая. Значит, это пунктуальный человек. Минутка в минутку, чтобы все было. Я считаю, врачей быть и не может такой перфекционист. Чтобы я не видел такого больше в клинике. Иначе уволят обоих. Все понятно? Да, Андрей Иванович. Больше такого не повторится. Очень надеюсь. Долгое время работал в Азии и вернулся назад. Его пригласили в клинику. Он, в принципе, долго не думал. И пошел. Андрей Иванович Смирнов. Андрей Иванович проведет вручение. Это кто такой? Не знаю. Он красавчик. Ладно? Кому интересно простые отношения? Поэтому, как говорят настоящие хирурги, это работа, это вторая семья. Но тут получается, что уже и первая семья. Ты очень не нравишься. Очень. Но моя работа для меня важнее любых отношений. И так будет всегда. Я это знаю. Просто я хочу быть честен с тобой. Если будет ситуация, ты или срочный пациент, я поеду спасать пациента. Андрей, я сама такая же. Поэтому прекрасно тебя понимаю. Скоро всех опять закроют на карантин. Все будут сидеть дома. И надо смотреть доктор Надежду и верить, что все будет хорошо. Ну ладно, про карантин, надеюсь, этого не случится. Сериалу нужно, наверное, посмотреть людям, которые ищут ответы на какие-то вопросы о своей личной жизни. Потому что говорить не только про себя вообще, про всех героев. Здесь очень много актуальных жизненных припятий, которые замешаны на взаимоотношениях всего коллектива. Иногда можно находить ответы для себя. Доктор Надежда. С 15 ноября в 19.00 на Главном Женском.